Открывает мероприятие и выступает с первой лекции Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково». Разговор о будущем, о том, как технологии повлияют на интеллектуальную собственность. Патент необходим для того, чтобы вы могли распорядиться своей разработкой. Наверное, прежде всего. Потому что вы получаете патент, чтобы защититься от других. Это тезис правильный и корректный, если мы говорим, что вы сами будете что-то производить. Но в большинстве своем это нетипичный случай. Тот, кто что придумывает, он сам не производит. Патентная школа во Владивостоке проходит во второй раз. В прошлом году было около сотни участников. В этом в два раза больше. В качестве спикеров приглашены специалисты от «Сколковой» международных организаций, в том числе эксперты из Японии, Кореи и Китая. На обучение два дня. Отметим, что такое же мероприятие каждый год проходит в Москве. Вторым городом стал Владивосток. У нас сегодня на Дальнем Востоке 35 резидентов фонда «Сколково». И один из наших ключевых показателей эффективности за этот год, которого мы успели добиться, это количество интеллектуальной собственности, которая этими резидентами запатентована. Начиная от заявок на торговые марки, заканчивая патентами, международными патентами на изобретение. Сегодня эта цифра исчисляется десятками. Сергей Мун – один из таких резидентов. Его проект – это конструктор подводного автономного робота для обучения школьников и студентов. По результатам патентного поиска подобное изобретение – единственное во всем мире. Сейчас Сергей пытается понять, что именно ему нужно запатентовать и как работать дальше. У него здесь есть две камеры, три движителя, у него есть блок электроники с компьютером полноценным, на котором можно написать алгоритм, чтобы он сам, например, распознал на дне объекта. Вот видите, наверное, в бассейне оранжевые полоски. Сергей Мун стал обладателем микрогранта от Дальневосточного фонда «Сколково». Это 3 миллиона рублей. Часть денег уйдет на оформление патента. Процедура не бюджетная, да и по времени затратная. Для того, чтобы получить все необходимые документы, может уйти от 100 тысяч рублей до миллиона. Если раньше речи даже вышло о процентровании энергетической модели базы данного, сейчас, я сказал, свежий день, так что и патент способны. Патентуют в буквальном смысле все – от простыней на завязках до трубочек для питья. Многие даже злоупотребляют такой возможностью. Самыми популярными в России считаются сферы энергетики, IT-технологии, медицины. А для того, чтобы право было юридически чистым, изобретателям помогают патентные поверенные. Наш собеседник Александр как раз интересуется таким направлением. То есть к нему можно обратиться, он поможет составить заявку на патент, он поможет решить какие-то юридические вопросы, споры, поможет провести процедуру лицензирования и так далее. К слову, больше 10% от всей интеллектуальной собственности, которую сегодня патентуют в России, проходит через фонд «Сколково». И каждый резидент стремится выйти на международный уровень. Но пока это удается не всем. Валерия Белоуз, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.